И всем доброго дня! Солнечного дня! Ой, у нас тут залило, затопило все. Естественно татары на работу не вышли. Должны были сегодня песок привезти и заполнить все эти наши коробки песком. Почему татары? Позвонил утром сутенер, говорит, сегодня дождик, татары не работают. Я говорю, в смысле татары? Серьезно? Он говорит, да, серьезно. Поэтому сегодня мы одни. Сегодня будем доделывать ящики, еще один получается под террасой, Г-образный, вот здесь под, как называется, под маленькую мини-террасу. То есть проходной двор, как она проходная, а здесь где будет находиться, как там, лежак, стулья, столики. Сделаем фэн-шуй, срежем все трубы красивенько, аккуратно, как они должны быть. Набьем арматуру, получается. О, не упасть бы! Сделаем красиво разводку под электрику, воду, там какие-то складные. Это скважина у нас и это воздух для аэрации септика. Срежем границы утеплителя, почистим утеплитель и начнем собирать. Очень хочется и бомбить распорки. Я знаю, что это все уйдет день. Ну и завтра будем надеяться, что всякие татары выйдут на работу. А может, они выйдут, попросим других. Все-таки нашли, где нормальных рабочих можно достать. Нормальных, то есть не алко-бухариков, а прям хороших рабочих. Ладно, будем делать разминку. Сегодня можно поубираться на участке. Тут у нас много всякой грязи. И сделать что-то чистенькое, не связанное с глиной, песком, землей. Наверное, будем пилить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Ящики стянуты. Углы полностью перевязаны. Чтобы углы не расперло, не двигались они. Стяжки мы еще вчера сделали. Все ровненько вроде в линию. По уровню. Отступили, получается, между ящиков у нас по проекту 25 см. Чтобы ящики не гуляли сделал 4 сцепки. Вот они. Мы будем постукивать со стороны террасы, чтобы не двигалось. От каждой стороны отступил, согласно стенам, 40 см. Плюс ящики. Плюс ящики между собой скреплены. Найдена та самая 25 см толщина. И такое расстояние уже сдвинуть невозможно. Стяжки нам нужны, чтобы песок не распер во внешнюю сторону. А сам песок в ящиках, чтобы произойти бетона, бетон во внутреннюю сторону не распер нашу ополопку. Также мы уже подрезали наш утеплитель. Вот он готов. Это уже вот наш финальный фундамент. То есть ленточка 30 см, на которой будут стены сверху 20 см плиты. И это все вот в горизонт. Так, сейчас по рулетке. Должно быть 50. Так, пока Илюха не видит, что у нас тут. Оу, черт, у нас тут перерасход на 2 мм. Надо что-то делать. Нормально все. 2 мм расхождение. Ну, классно. Единственное, конечно, будет не здорово. Все-таки бетон имеет такую прям хорошую массу. Немножечко продавит. Плюс-минус, наверное, сколько? Сантиметр? Точно. Поэтому нужно будет учитывать с запасом бетона. По бетону у нас 31 куб. Ну, в проекте. Посмотрим, что получится на практике. Так, сейчас дождемся Илюху. И наведем красоту. И этот вот кошмар, который находится... Так, это кухня, санузел, котельная. Вы больше увидеть не должны. Сейчас он с рынка вернется, докупит мелочевку. И сделаем по феншую. Как будем срезать? Да все просто. Нитку натянули от начала до конца фундамента. Мы видим горизонт. По нему трубу срезали и укоротили. И вот, в принципе, весь фокус. В котельной с помощью арматуры стяжек сделаем то же самое. Так, ждем Илюху. Так, дождик не ждем. И сделаем красоту. И будем колотить сейчас еще трап и потом остальные ящики. Для этого нужен Илюха и его расходники. Ой, е-мое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 жизни.